Виталий Шувалов 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 Да, под конец митинга Оно было захвачено Но вот Нас было мало Потом люди Уже в течение дня Подтягивались 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 И В итоге Просто Крымские татары Они оказались Ну Я не скажу Что в меньшинстве Но Русских Сторонников Русского единства Было не меньше Это точно Людей было Очень много Там внутренний двор в здании Совета Министров была давка, просто людей давили, противостояние стена на стену, и в итоге именно этой давке пострадали люди. За счет чего они пострадали? Наши люди были невооружены, татары были подготовлены, у них были баллончики со слезоточивым газом, в конце была граната дымовая, которую они применили и атаковали в этот момент, и выдавили нас из этого двора. Вот эти действия, в результате этих действий пострадали люди. Позже удалось, и насколько мы знаем, на данный момент развиваются российские же триколоры, да, и над Радой, и над правительством? Да, 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 они ушли, им вышел их главный Рифат Чубаров и сказал, ваша задача на сегодня выполнена, вы можете идти домой, вы молодцы. В этот день должна была проводиться сессия Верховного Совета, депутаты должны были принимать решение о референдуме автономной республики Крым, об отсоединении от Украины, то есть уйти в независимое, создать независимое государство. У них была цель сорвать это заседание. Они этой цели добились и по команде организованно разошлись. Потом, конечно, заняли площадь уже представителей русского сектора и стояли до конца, дежурили там ночь. А сейчас как настроены люди? Опасно ли находиться на улицах? Я думаю, что не опасно. Ситуация полностью контролируется, магазины работают, школы работают, все спокойно, никто никого не терроризирует. Абсолютно спокойная обстановка. Вы не опасаетесь никаких провокаций? Опасаемся. Провокаций опасаемся, потому что мы понимаем, что ситуация наколена до предела, она очень сложная, потому что не все русские, скажем так, за Россию, не все хотят в Евро, как и крымские татары, не все хотят жить под гнетом нацистов, которые туда пришли. Кто-то хочет и к России. Парламент начал работать сегодня. Сергей Аксенов заступил на должность премьер-министра Крыма и объявил, что сформирован парламент наконец-таки и начинается нормальная стабильная работа. И пообещал нам сегодня безопасность и стабильность на нашем полуострове. И не повторение той ситуации, которая была 26 числа, ну то есть два дня назад. Сергей, по вашим ощущениям, по вашим впечатлениям, что изменится, что вы ждете в ближайшее время, чего ждать жителям Симферополя? Я вам скажу свою четкую позицию. Мы хотим провести референдум и отсоединиться от Украины. Мы не хотим жить с этими людьми в одной стране, с нацистами, которые там приходят в власти. И вот это большинство, понимаете, Крым восстал. Крым сейчас это единая нация, единая конфессия, которая завтра, допустим, всемирный митинг Крыма. Все города Крыма выходят на улицу, каждый город выходит и просто за мир стоять до конца и бороться за наши права. Мы не против татар, мы не против каких-то наций. Мы за то, чтобы каждый говорил на языке, которым он владеет и хочет говорить. Будь то украинский, татарский, русский, румынский, неважно. Мы отстаиваем вот эти права. Что ж, хорошо. Сергей, спасибо, спасибо, что уделили нам время. Пожалуйста. И на этой неделе депутаты Мурманского горсовета поддержали предложение главы города Алексея Веллера принять обращение к жителям Севастополя и стать городами-побратимами. Народные избранники считают, что моральная поддержка сейчас имеет особое значение. Между городами-героями Мурманском и Севастополем много общего. Никого, я думаю, не может оставить равнодушным та ситуация, которая сегодня происходит на Украине. Как я уже сказал, даже вчера в ходе наших предварительных консультаций, разговоров, выяснилось, что примерно у третьих депутатов совета на Украине живут близкие родственники. Думаю, что примерно такая же картина наблюдается и в целом по городу. С этим предложением в Севастополь направился депутат горсовета Александр Павликов. И сейчас он у нас на связи по телефону. Александр, вы меня слышите? Да, я вас слышу. Александр, скажите, мы не смогли связаться с вами по интернету, что на самом деле во всем городе нет интернета сейчас? Я, скажем так, один из самых крупных операторов в Севастополе прекратил работать и обслуживать интернет. Сейчас там пытаются установить работу. Это как-то связано с последними событиями или это обычный сбой технический? Говорят, что обычный сбой. Скажите, вы летели через Симферополь, да, Севастополь, ну, через Симферополь, насколько мы знаем. Что там происходило в аэропорту? Российский военный, нероссийский? Сейчас противоречированная информация до сих пор поступает. Ну, люди, которые вооружены и стоят в камуфляже, они без опознавательных знаков, поэтому определить российский и нероссийский невозможно. Ну, по прилету была вооруженная группа, скажем, человек 20, которая рассредоточена в районе аэропорта, на парковке, во входы, внутренних линий и международных, поэтому сказать невозможно. И они, конечно, не отвечают на вопросы. Там иностранные журналисты пытались с ними выйти на контакт, видно было, но люди неуполномоченные люди отвечают. Скажите, а что с Черноморским флотом? Это правда, что на всех кораблях подняли российские триколоры, андреевские флаги? Вот не могу вам подсказать точную информацию, так как я лично не видел этого. Знаю только точно, да, вы выезжали мы, где стоит наш катер боевой Черноморского флота Российской Федерации, перекрывший бухту Балаклави, береговой охране и пограничной службы Украины. Вижу, что на зданиях многих повешен действительно российский флаг вместо украинского и флаг города Севастополь. Александр, что сейчас происходит в Севастополе, как на улицах? Есть ли какая-то там опасность? Нет. Вот не видно. Ходим по улице сами. Были в центре сегодня события днем, вечером. Сейчас народу там немного. Там больше, скажем, прогуливаются люди, чем на какое-то мероприятие сейчас собрались. Поэтому я не могу сказать, что здесь опасно. А инфраструктура, она вся работает, как обычно? Да, все работает. Я же сам снимал сегодня в банкомате деньги и был удивлен. А что говорят люди? Как настроение у жителей? У тех жителей, которые заняты на работе сегодня, им некогда заниматься этим. Да, но они, естественно, поддерживают тех людей, которые находятся в центре города на площади, высказываются о том, что ждут поддержки от России. И, естественно, скандируют Россия, Россия при выступлении наших политиков и местных. А видели ли вы, присутствуют ли какие-то оппозиционные силы? Нет, я не заметил нет таких. И кого спрашивал, людей, кого знаю здесь, говорят, что не встречали. Откровенных попыток не было. Понятно, Александр, хорошо. Спасибо. Спасибо, что уделили нам время. Спасибо большое. До свидания. К другим новостям. В Мурманске застрелили молодого таксиста. Трагедия произошла во время операции сотрудников госнаркоконтроля. В ночь с 18 на 19 февраля в районе дома номер 34 по улице Полярной Зори. По оперативной информации наркополицейских, у пассажиров такси «Везет» при себе имелись наркотические вещества. В ходе задержания предполагаемых преступников пулевое ранение, затронувшее сердце, получил водитель такси Денис Мокрецов. Молодой человек 90-го года рождения скончался на месте. Пока неизвестно, был ли совершен предупредительный выстрел перед роковым. Сейчас проводится ряд судебно-медицинских экспертиз, результаты которых будут готовы в конце марта. По факту гибели работника такси возбуждено уголовное дело. Сейчас следствие рассматривает две версии произошедшего. Так, со слов сотрудника ФСКН, при задержании было оказано сопротивление, но пассажиры такси опровергают эту информацию. Пока также не ясно, был ли погибший знаком с предполагаемыми преступниками. Уголовное дело возбуждено по факту. Раз оно возбуждено по факту, на настоящий момент в этом уголовном деле подозреваемого не имеется. Оснований для отстранения его от должности у органов следственного комитета в настоящий момент также не имелось. То есть мы исходим из общественно опасных последствий. В случае, если его причастность и виновность будет установлена в ходе следствия, соответствующие меры процессуального принуждения будут к нему применены. Однако мы дожидаемся выводов экспертизы. ДТП со смертельным исходом. В среду на 1385-м километре федеральной трассы Р-21 водитель пассажирской «Газели» сбил человека. По предварительным данным, машина ехала со стороны колы. После столкновения 55-летний мужчина, шедший по обучении, погиб на месте. От удара его отбросило на несколько метров. Микроавтобус с места происшествия скрылся. В полицию о происшествии сообщили автолюбители, которые заметили на дороге тело. Всех, кто стал очевидцем аварии или обладает информацией об этом ДТП, просьба сообщить в полицию. О днем ранее во вторник на пешеходном переходе за развилкой на Кельдинстрой в Коле водитель Тойоты не заметил переходящего дорогу человека. От полученных травм мужчина умер в больнице. Проект социально-экономического развития региона до 2025 года обсуждали на этой неделе в областном правительстве. Составлению документа посвятили большую часть прошлого года. Массу нареканий вызвала программа капитальных ремонтов жилых домов. Более двух тысяч недочетов выявили при проверке проекта. Например, в программе оказались планы по ремонту лифтов в домах, где их никогда не было. Или реконструкция двухэтажных деревяшек, которые по другой программе предназначены для сноса, как ветхий и аварийный фонд. Еще один минус. В документе прописаны не все дома, нуждающиеся в обновлении. Областной министр энергетики ЖКХ Владимир Гноевский отметил, что на подготовку программы у специалистов было мало времени, а муниципалитеты предоставили неточную информацию. Уже через месяц откорректированный документ должен лечь на стол губернатора Мурманской области. Но у нас все, когда открывают программу, забывают открывать начало этой программы, где расписаны муниципалитеты, нормативные акты и все остальное. Изначально никто не критикует жилищный кодекс, в котором прописаны виды работ, а в некоторых домах этих видов работ нет. Поэтому у нас программа максимально, мы включили туда все виды работы. Вот исключить виды работ, это проще, чем его добавить. Ну, сейчас мы получили замечание, лифт в деревяшке или еще что-то, действительно, будем убирать. Сам проект социально-экономического развития региона помимо капитального ремонта включает более 30 вопросов, а его реализация будет проходить в три этапа. Ближайшие два года посвятят решению задач по укреплению и восстановлению здоровья населения, повышению доступности и качества образования, культуры и спорта, росту рождаемости и развитию регионального рынка труда. Основным механизмом реализации стратегии по-прежнему являются государственные программы. Но, учитывая, что стратегия – это платформа, которая консолидирует усилия не только региональных органов власти, но и муниципалитетов, науки, общественности, бизнес-сообщества, то в плане реализации учтены и мероприятия, но, естественно, укрупненно всех перечисленных структур. Кроме капитального ремонта многоквартирных домов, на заседании обсудили и реконструкцию культурных объектов. Филармонии, драмтеатра, областной библиотеки, краеведческого музея и театра кукол. Также в области появится несколько новых детских садов, что, возможно, позволит решить проблемы с очередностью. Ну, это пока в планах. А вот новые окна в детских садиках ставить начали уже на этой неделе. В Мурманске стартовала программа по обновлению дошкольных образовательных учреждений. Она называется «Теплое окно» и рассчитана не на один год. Со временем новые окна появятся во всех детских садах города, где уже стало комфортнее, расскажет Денис Прокопенко. Деньги на ремонт образовательных учреждений из муниципального бюджета выделяются ежегодно. Одна из главных проблем – замена старых окон на современные качественные стеклопакеты. Сквозняков быть не должно. Наш сад в этом году, как и многие дошкольные учреждения, вошел в программу «Теплое окно». Программа в этом году только вступает, но окна устанавливались у нас и раньше. В 2011-2012 году у нас была произведена установка окон в двух групповых помещениях. Воспитатели детского сада номер 105 сразу же заметили положительные изменения. Если раньше в группах царила прохлада, сейчас в некоторых помещениях даже жарко. Да и сил на утепление перед зимой уходит гораздо меньше. Новые окна спасают от внерабочих упражнений по заклеиванию потрескавшихся рам. Детишки болеют реже. Может быть даже из-за окон, но они постарше становятся, болеют реже. Ну и естественно в группе тепло. Теперь ждать, пока муниципалитет выделит средства на ремонт, чтобы поменять окна, не надо. В столице Заполярье стартовал масштабный проект по обновлению детских садов. Программа «Теплое окно» позволит деньги на приобретение и установку стеклопакетов выделять отдельно. Вот в первой детской поликлинике окна поменяли уже полностью. Здесь тоже раньше было очень холодно. Особенно в кабинете гинекологии. Приходилось и рамы самим заклеивать, и на другие ухищрения идти, чтобы юных пациентов не морозить. Теперь там, где когда-то царили сквозняки, окна иногда приходится открывать на проветривание. Очень уж жарко. То, что здесь дети раздеваются полностью, что здесь дневной стационар, было очень холодно. Постоянно приходилось что-то придумывать. На данный момент времени температура кабинета очень комфортная. Тепло всегда. Мамы всегда удивляются, что жарко. Самый жаркий кабинет в поликлинике на сегодняшний момент времени. Чудесное превращение самого холодного кабинета в самый жаркий – не единственный плюс новых окон. Решены проблемы и с энергоэффективностью, за которую в последнее время изо всех сил борются чиновники. Благодаря новым окнам тепло остается внутри, а не уходит на улицу. А значит, затраты на дополнительное отопление остались в прошлом. В современном, так сказать, мире это прежде всего энергосбережение, это экономия, экономия денежных средств. И, конечно, то, что здание на полярных зарях сейчас уже полностью имеет новые окна – это уже, я считаю, большой шаг. Так вот, в прошлом, в 2013 году мы по целевой программе, по решению администрации города Мурманска, мы заменили постепенно по всему корпусу, где-то более 100 окон. Программа «Теплое окно» рассчитана не на один год. Городские власти планируют поставить современные стеклопакеты во всех дошкольных учреждениях Мурманска. А значит, уже этим летом работы по замене продолжатся. Всего в Мурманских детских садах планируется поставить 120 окон. На этой неделе глава администрации Кольского района Михаил Чикрыгин ушел в отставку. Заявление о сложении полномочий по собственному желанию было принято на заседании Совета депутатов. Вопрос поднимался на голосование, и решение было принято единогласно. С 1 марта исполняющим обязанности главы администрации Кольского района назначен Александр Лихалат. Ранее деятельность Михаила Чикрыгина не раз подвергалась острой критике со стороны областной власти. Один из последних случаев – некачественная вода в Туломе. Тогда из-за этого заболели более 20 человек. Если мы, муниципальные власти, будем понуждать работать, то вопрос встает, а может быть, не нужны такие власти, которых надо понуждать работать? Вы, когда на конкурс выходили с заявлением о том, чтобы стать главой администрации, вас понуждал кто-то к этому? Нет. А почему же работать-то вас надо понуждать? Ответьте на этот вопрос. Почему? В этом году праздник Севера останется без одного из своих центральных событий, без лыжни дружбы в поселке Раикоский. Причина – капризная северная погода. Для проведения мероприятия не хватает снега. Экспертиза трехсторонней комиссии подтвердила, что проводить соревнования в сложившихся условиях невозможно. Лыжня дружбы откладывается до будущего года. Накануне на месте проведения забега в районе приграничного поселка Раикоский побывала специальная комиссия. Увиденная представителей делегации не порадовала, а не характерная для февраля оттепель сделала свое дело. Там, где должна проходить трасса, сейчас лужи, снега практически нет. К тому же ближайшие прогнозы синоптиков неутешительны. Даже если до середины марта погода изменится, трассу просто не успеют подготовить. По предварительной информации, в этом году посетить массовый забег собирались около трех с половиной тысяч человек. Вчера мы выехали на снегоходах и, к сожалению, констатировали тот факт, что очень мало снега. Это повторилась ситуация 2012 года, когда мы тоже отменили мероприятие. Но надо сказать, что по истории лыжной дружбы, это уже в пятый раз мы отменяем ее из-за отсутствия снега. И надо сказать, что в этом году погодные условия таковы, что и в центральной части, и даже в Тартовский марафон он отменен. То есть везде такая массовая оттепель. Вот уж точно на севере делать долгосрочные прогнозы погоды бесполезно. За окном в столице Заполярье гололед, а вот в районе Териберки на этой неделе столичных кинематографистов накрыла снежная буря. Съемочная группа из Москвы приехала в Мурманскую область для работы над эпизодом нового художественного фильма с рабочим названием «Девушка во льдах». Однако съемки пришлось остановить на целый день. Кинематографистов замела буря, да так, что пришлось просить помощи у сотрудников МЧС. Красота белоснежной зимней тундры, что открывает свои просторы на 80-м километре Серебрянки, гипнотизирует пустынной бесчувственностью. Караван автомобилей в этом краю смотрится особенно необычно. Московские кинематографы понадеялись на позитивный прогноз, а попали в снежный плен. Погода в районе Териберки и Туманово такая, что сразу становится понятным, зачем съемочной группе понадобилась помощь МЧС. Например, сейчас ветер такой, что буквально сдувает с ног. На севере интернациональная съемочная группа снимает художественный фильм про самое великое чувство, подвластное человеческому сердцу, про любовь. Грения фильма ищет своего возлюбленного, который пропал на бескрайних просторах Заполярья. Но пока помощь необходима самим организаторам проекта. «На данный момент ставим палатку, будет их две. В палатке будет оборудован горячий чай, скамейки, где может кому-то потребуется помощь, обогреться. В палатке сейчас установим печки, значит, достаточно будет там тепло. В принципе, также есть теплые вещи». Спасали фильммейкеров сотрудники МЧС, которые привезли с собой все необходимое. В установленных палатках, озябшие от съемок команде, можно будет ходить даже без курток. Но сейчас люди ютятся по автомобилям, а актеров и вовсе увезли со съемочной площадки. «Это моя задача, чтобы актеры не мерзли. Постоянно утеплять их и постоянно между дублями их согревать. Грелки, теплый чай, шарфы, шапки, перчатки. Все какое такое». Рабочее название картины «Девушка во льдах». Кстати, в фильме задействован народный артист России Алексей Гуськов. Большая часть материала будет сниматься в районе Кировска. Там же базируется основной состав ленты. Но таких сцен, как в Териберке, будет много. «Мы снимали в Кировске, в ущелье. Снимаем на берегу Кандалакшского залива, Аленегорск, Апатиты. А там какие-то сложности были? Мы еще туда не доехали. Кировске пока что не особо было. Да, ветер, снег, зимаш, что поделать». Из графика съемочная группа пока не выбивается. На этом месте они будут работать до 28 февраля. А уже потом отправятся на юг региона. Это итоговая программа «Столица». Мы продолжаем говорить о главных событиях, которые произошли на этой неделе в столице Заполярья. Впервые в истории через горло Белого моря мурманские спортсмены решились на отчаянный шаг. Команда клуба «Арктик Трофи», состоящая из пяти человек, пересечет горловину Белого моря. Специально для этого весь маршрут из Архангельска до Кировска они будут вести за собой огромный катамаран. Флаг нашего телеканала преодолеет сотни километров вместе с мурманскими первопроходцами. От них только продуктов на весь маршрут экспедиции понадобится 40 килограммов. А ведь еще каждый из спортсменов должен иметь специальный гидрокостюм, альпинистское снаряжение и лыжи. Большую часть вещей разместят в санях-волокушах. Как шутят сами участники авантюры, чем дальше от точки старта, тем легче. Страх в спортивном туризме – элемент, который присутствует почти всегда. Вместе со сборной командой Мурманской области по лыжному туризму преодолевать все испытания и более чем 600 километров дистанции отправятся флаги клуба «Артик Трофи» и нашего телеканала. Руководитель команды Игорь Архипов не без гордости бывалого путешественника рассказывает, они будут первыми спортсменами, которые пересекут горло Белого моря. А ведь это дрейфующие льды и течения со скоростью до 16 километров в час. Как это все будет происходить? Мы так готовы ко всему, но на самом деле такой информации достоверной нет. Моряки, которые там ходят, ледоколы, которые там пробивают проходы во льдах, со всеми мы общались, у всех разное мнение. Но кто у головы там пальцем крутит, ну, посмотрим. Именно поэтому за собой придется вести катамаран. Участники экспедиции уже проводили его испытания. По снегу плав средства и едет не хуже, чем по воде. Не стоит забывать, что это не просто поход, а спортивное состязание. И при удачном его прохождении сборная имеет все шансы войти в тройку призеров на чемпионате России по лыжному туризму. Я просто не слышал, что когда-то кто-то в лыжный поход брал с собой катамаран. То есть это дополнительное снаряжение, еще 50 килограмм считаем. Как потащим? Мы на тренировке пробовали. Можно тащить за одну веревку, можно за четыре. Как будет, неизвестно. Будем экспериментировать. Маршрут начинается в Архангельске. Туда экспедиция отправится на поезде уже 7 марта. В целях безопасности и по регламенту каждый день участники будут выходить на связь с МЧС. Но вернется группа после 5 апреля, финишировав в Кировске. Спортсмены уже строят планы на следующий год. Интересным маршрутом можно пройти по земле Франца и Иосифа. Вот только как быть с любопытными белыми медведями, путешественники пока не знают. И сегодня у нас в гостях Игорь Архипов, руководитель экспедиции клуба Arctic Trophy и Олег Титов, доктор географических наук, заместитель директора по научной работе Полярного института. Игорь, первый вопрос, скорее всего, вам. Расскажите, как родилась такая безумная идея похода и можно ли называть ее безумной? Называть можно как хотите. Родилась таким образом. Мы каждый год ходим в большие серьезные лыжные походы. У нас своя команда уже опытных туристов. И обсуждая маршрут, мы хотели в этом году пойти на Шпицберген. Но так как выяснилось, что Шпицберген уже очень сильно населен туристами, которые на снегоходах, на собаках, то есть там целый бизнес уже идет, туристский бизнес. И смысл туда идти. И, кстати, мы неделю идем на лыжах и вдруг там прибегают, подъезжают на снегоходе и говорят, ну, ребята, как там у вас? Все хорошо у вас? Вам ничего не надо? Вот. И мы отказались от этой идеи. И наши взоры привлек Зефей, 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 Франца и Иосифа. Но вообще это очень сложный район, мало изученный. Последняя группа в 93-м году туристов туда ходила. Больше 90 островов. Большая часть этих островов не пройдена туристами, не освоена. Нет описания этих островов. Ну и так далее. Но район настолько серьезный, что мы решили в этом году пройти такой подготовительный поход. В основном это связано с тем снаряжением, которое мы планируем там использовать. И приобрести опыт именно тундровый, то есть без лесной зоны. Ну, тоже это в основном к снаряжению относится. И когда обсуждали маршрут, было несколько вариантов. И было много там, и Таймыр, и прочее. Ну, у нас есть в команде Максим Рогов. Он говорит, ну, давайте в горло Белого моря перейдем, ведь никто не ходил. Ну, мы сначала ха-ха-ха, а потом как мы с Олегом тут взялись за это дело, всю информацию собрали, правда никто не ходил. То есть, я говорю, так ведь олени перешли там к нам, ну, которые с Коми переходили к нам в позапрошлом уже веке. Выяснилось, что они переходили по самому Белому морю. Там, где стабильный лед, и где можно идти ногами. Ну, и года были холоднее, видимо. То есть, в само горло Белого моря никто не ходил. Ну, во-первых, оно не замерзает целиком. В зависимости от ветра, лед собирается или у Мурманского берега, или у Архангельского берега. Скажите, через горловину Белого моря 600 километров из Архангельска? Нет, извиняюсь, немножко не так. 600 километров — это весь маршрут. Если так линеечкой красиво провести от берега до берега, то это 62-63 километра. Ну, в том числе. Да, в том числе, конечно, в том числе. Я и хотела спросить, сколько всего займет путешествие? Путешествие у нас, мы планируем, что мы его пройдем за три недели. Планируем, потому что там большой кусок по возвышенностям Киева, который в середине Никольского полуострова, там очень хороший наст в это время. И мы планируем проходить более 30 километров. То есть, 34-37 километров вполне возможно с нашей подготовкой и при хороших погодных условиях проходить. И как мы рассчитываем, оно вот так должно у нас получиться все. При условии, если мы где-то за 4-5 дней пройдем горло. Скажите, мне вот почему-то вот такая ассоциация возникла, когда услышал о вашем походе, как будто Жюль Верн путешествует приключений капитана Катереса, что-то такие затерянные льды. Скажите, а вот этот маршрут, вы первопроходцы, почему вот по этому маршруту никогда не ходили? Его именно так не прокладывали или он настолько опасен? Если бы говорим про горло Белого моря, ну, во-первых, он опасен однозначно. Не характерно в лыжном походе пользоваться катамараном. Значит, в арктических путешествиях берут с собой маленькие надувные лодки для того, чтобы переплыть вот эти расщелины, трещины между льдов. Ну, то есть, это там 300 метров, к примеру, самое там большое. Здесь мы думаем, что нам до 8 километров придется идти открытой водой. Но сейчас ледовая обстановка такая, что открытой воды нет. И в воде плавают мелкие льдины, там, шуга, так называемая. Ну, не совсем это шуга, но там по-другому называется этот мелкий колотый лед. И как он будет нами проходиться, тоже еще не совсем. Мы тут пробовали, тренировались, вроде получается, но в общем, есть вопросы. Олег, а вы решились участвовать в экспедиции спортивного интереса или есть цель для вас, как для ученого? Я, в отличие от моих товарищей, наверное, имею самый меньший опыт лыжных походов. Фактически, в первый категорийный лыжный поход я сходил под руководством Игоря в прошлом году. И в этом году, когда мы собрались и обсуждали возможный вариант туристического похода на этот год, и возник вопрос относительно того, что нельзя ли перейти из горла Белого моря, из Архангельска в Мурманск, то у меня появилась идея использовать катамаран, и объясню почему. У меня большой опыт туристических походов, но водных. Я участвовал неоднократно в водных походах в шестой категории сложности, в Саянах, на Алтае, и очень знаю хорошо это судно. Кроме того, у меня есть специфические навыки, связанные с моей профессией. Я океанолог, я знаю, что такое Белое море. Я был в районе дрейфующих льдов в Гренландии, на судне, правда. То есть я видел эти поля дрейфующего льда. И я знаю, каким образом себя может повести судно, которое мы можем использовать в таких дрейфующих льдах. А то впервые катамаран. То есть идея принадлежит вам впервые использовать катамаран в лыжном походе. В общем, да. Я надеюсь, что катамарану не грозит основная угроза для судов — это сжатие. Потому что судно достаточно легкое. Само по себе оно весит 50 килограмм. То есть взрослый человек может его поднять с одной стороны достаточно легко. Соответственно, сжатие льдов приведет к тому, что, по идее, катамаран просто можно будет поставить на лед, и проблем не возникнет. Ну и все-таки катамаран, тот, который мы собираемся использовать, он имеет конструкцию, которая позволяет ему гнуться. То есть он, с одной стороны, достаточно жесткий, с другой стороны, он может гнуться. Соответственно, какие-то нагрузки, возникающие случайно на какую-нибудь сторону из этого катамарана, они не приведут к каким-то фатальным последствиям. Катамаран имеет четыре камеры. То есть разрыв, дырка в одном месте, она не приведет к фатальной потере полуочести. Мы надеемся, что, возможно, будет ремонтировать в крайнем случае. Ну и самое главное, мы уже испытали это судно. Мы ездили на Кандалахский залив и пробовали, насколько реально пятером идти по льду на лыжах и тащить его за собой с определенной нагрузкой, которую мы планируем через Белое море. В принципе, я знал, что катамаран по снегу таскается достаточно легко. То есть пятеро человек тащат за собой катамаран. Он скользкий, он не очень тяжелый. И, соответственно, мы надеемся, что лыжная часть перехода, которая, в общем, предполагается, она не составит серьезных какие-то проблем. В экспедиции пять человек. Расскажите несколько слов буквально, кто остальные трое и по какому принципу формировалась команда участников? Значит, еще у нас Максим Рогов. Он преподаватель, преподает физику, математику. Он физмат заканчивал. Больше десяти лет мы ходим вместе в походы. Очень сложные. Юго-западная Туа, Приполярный Урал, Кожский полуостров, соответственно. С большим матуистским опытом. На гитаре играет веселый такой человек. Прекрасно физически подготовлен. Берется бы гитару? Сейчас мы это не берем. Не до гитары, знаете ли. Еды бы побольше. А в такие простые походы, да, берем, конечно, гитары. Ну, неделя, например, поход. Это простой поход. Ну и вот мы все вместе ходим в походы. Значит, Зубарев Геннадий, он специалист, он газорезчик, сварщик, золотые руки и все какие-то там крепления у нас у всех самодельные. Это все он делает. Подгоняет прямо там под нас, какие нужно. Все, что нам нужно делать руками, не так вот думать, например, а вот именно руками. У нас есть Гена. Прекрасные ребята с хорошей психикой, в сложных ситуациях не нервничают, надежные. Так что тут вопросов никаких нет. Пятый наш участник сейчас находится в море на географическом судне. И мы надеемся, что он успеет с начала нашей экспедиции. По крайней мере, прилагаем себе усилия. Он занимается научной работой, тоже географом. Ну вот. Насколько поход соотносится с чемпионатом России по лыжному туризму? Вы рассчитываете попасть в тройку, что значит, есть конкуренты? В шесть конкурентов у нас. Заявлены очень серьезные районы, в том числе не только в России. И поэтому, какие маршруты именно, нитки маршрутов, какие там они, восхождения, какие категории перевалов, новизна маршрутов. Сейчас тяжело сказать. То есть, пока вот мы знаем, что у нас есть шесть, можно на сайте посмотреть на Туристко-спортивном союзе России и ТССР. Там все это вывешено официально, мы допущены официально. Но мы вот, если пройдем горло Белого моря, то у нас, конечно, шанс появляется. Потому что это действительно новизна, во-первых. первопроход, ведь никто не ходил. Тем более, что найти таких мест рядом с домом практически невозможно. Я уж не знаю, как там Максиму нашему мыслить пришло, которую Олег в основном воплотил. Он нас там понравился. Она ему через пару дней и так вот. Так что есть, конечно, да. Люди, которые идут в шестерку, они надеются на более призовые места и так далее. И пока не сходишь, ты не знаешь, что ты пройдешь еще. Понимаете? Бывает, что ты можешь, дошел, перевал ключевой, можешь жить неделю, а пурга тебе не пускает, и перевал не видишь. И все. Приходится идти где-то, обходить или простым вариантом. И это уже не будет та категория, на которую ты рассчитывал. Так что тут вот так. Ну что ж, удачного вам путешествия. Берегите наш флаг. Мы знаем, что вы с собой берете флаг. Приходите вместе с ним к нам в гости по окончании маршрута. И с удовольствием с вами еще раз побеседуем. Спасибо. А вам спасибо за приглашение. Я напоминаю, что у нас в гостях был Игорь Архипов, руководитель экспедиции клуба «Арктик Трофи» и Олег Титов, доктор географических наук, заместитель директора по научной работе Полярного института. А пока наши первопроходцы готовятся покорять горло Белого моря, Мурманск готовится принять финал первенства России по хоккею с мячом. Судьба высшей лиги решится в столице Заполярья, начиная с 3 марта. Пять лучших команд будут сражаться за серебряный кубок. К слову, наш Мурман в турнирной таблице занимает первое место с весомым отрывом от ближайших соперников. Для того, чтобы вдохновить команды на победу, в город пригласили почетных гостей. Ожидается, что в Мурманск приедет президент Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник. И бывший боксер, а ныне депутат Государственной думы Николай Вауев. Первый матч состоится 3 марта. Мурман будет играть с универсалом из Саратова. Всего в финал вышло пять команд. Мурманску в этом году удостоен почетного права принимать финальный турнир среди команд высшей лиги по хоккею с мячом. Видимо, это произошло от того, что Мурман является лидером высшей лиги не только своей группы, но и в целом, если оценивать все эти результаты. Событие достаточно важное и большое. У нашей команды есть все шансы на победу. Кстати, лидер получает право играть в следующем сезоне в Суперлиге. Вот только реализовать его, скорее всего, помешают проблемы с финансированием. Руководство команды это не скрывает. Есть долги за выезды и аренду. Вся надежда на городские и областные власти, а также спонсоров. Эти вопросы еще предстоит решить, но клуб в любом случае обещают не оставить без поддержки. Большой шанс привлечь разные виды общественности и привлечь еще раз все население Мурманской области к этому виду спорта, к русскому виду спорта, к северному виду спорта. И я считаю, что этот шанс даст возможность развивать хоккейс мячом на всех уровнях Мурманской области. Из-за оттепеля команде сейчас приходится тренироваться в Ледовом дворце. Не исключено, что матчи, запланированные в «Строителе», придется перенести в более холодный Манчегорск. Впрочем, организаторы надеются на позитивный прогноз. Что касается самой подготовки, к сожалению, природа внесла некоторые коррективы в ее. Вы видите, что оттепель пришла к нам. Но может быть даже с одной стороны это хорошо, что она сейчас пришла, значит на турнир все-таки будет морозная погода. К сожалению, пришлось одну тренировку проводить в Ледовом дворце. Вот сегодня ездили на другой стадион кататься. Но в целом, могу сказать, команда к турниру готова. Хорошая новость для поклонников хоккея. Вход на все игры будет бесплатным. Так что каждый сможет поддержать любимую команду и от души насладиться игрой. Кстати, в расположенном рядом со строителем гуманитарном университете не раз приходилось переносить пары. Трех болельщиков перекрывал голос лектора. А начинающие мурманские хоккеисты на этой неделе встретились с мастерами из Канады. Канадцы провели мастер-класс для юных заполярных спортсменов и товарищеские матчи в рамках программы «Спорт против наркотиков». Проходило мероприятие в Ледовом дворце. Примечательно также, что вход для всех зрителей был свободным. Начинающих мурманских хоккеистов сегодня ждал большой сюрприз. Благодаря усилиям областного спорткомитета и благотворительного фонда «Шаг за шагом» удалось организовать мастер-класс в виде совместной тренировки при участии канадских мастеров, а также провести товарищеские матчи в рамках программы «Спорт против наркотиков». Всего в мастер-классе приняло участие 50 воспитанников комплексной школы Олимпийского резерва и 6-й спортивной школы по хоккею. «Спорт должен быть повсеместно. Наш девиз сейчас – спорт против наркотиков. Лучше наши детки будут заниматься спортом, заниматься хоккеем, чем будут травить себя всякой гадостью». Гости из Канады уже бывали в столице Заполярья. По словам специалистов, у канадцев особая школа игры в хоккей, чем-то напоминающая старую советскую, когда наши спортсмены уходили от силового прессинга, проводя грамотную атаку и игру в пас. Так что ребятам было чему поучиться. К слову, в товарищеских матчах от кленовых листьев приняли участие спортсмены абсолютно разных возрастов. Самому старшему из хоккеистов 57 лет. У северных американцев в составе есть профессиональные хоккеисты, что дает им определенные преимущества. В прошлом году команда очень была близка к победе здесь. Но мы, к сожалению, проиграли. Мы хотели бы, конечно, возвратить реванш и выиграть в этом году. Соседи из Финляндии тоже хорошо помнят последнюю встречу с мурманчанами. Тогда россияне выиграли со счетом 7-5. Сегодня финны шутят, отыгрались на международной арене во время Олимпиады в Сочи. Барк Седов расправляет паруса. Вскоре парусник может пройти по Северному морскому пути. Такую возможность обсудили депутат Государственной Думы Валерий Язев и исполняющий обязанности ректора МГТУ Сергей Агарков. Арктическую экспедицию знаменитого парусника, недавно вернувшегося из кругосветного путешествия, планируют приурочить к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Седов пройдет по Северному морскому пути по местам великих открытий полярных первопроходцев, именем одного из которых названа легендарное судно. А 9 мая 2015 года Барк встанет на рейд Кольского залива. Не исключено, что по доброй традиции на борт Седова смогут подняться всежелающие. По словам инициаторов экспедиции, новое путешествие судно может стать беспрецедентным событием в истории плавания в арктических широтах для такого типа парусных судов, а также великолепной практикой для курсантов МГТУ. Что объединяет мурманских музыкантов Масяню и президента США? Краудфандинг. Это модное увлечение стремительно набирает обороты в интернете. С английского краудфандинг приводится как финансирование толпой. В чем суть? Креативщики со всего мира придумывают разные проекты. Иногда безумные, иногда полезные, иногда просто забавные. А деньги на их реализацию им дают другие пользователи интернета. Как правило за спасибо или небольшой подарок, часто виртуальный. Так что же это? Новый способ мошенничества? Виртуальная площадка для попрошаек? Или реальная помощь для начинающих бизнесменов? Подробности в нашем сюжете. Музыканты альтернативной группы DeLorean DeMain готовятся издать студийный альбом. К записи пластинки ребята подошли ответственно. Понадобился год работы на два города в Мурманск-Москва. Хотели как-то обозначить так по пунктам, чтобы именно есть этот большой альбом, за который не стыдно, который люди могут послушать. И тогда уже можно презентовать этот материал как и по всей России и за ее рубежом. Но настал час, когда рокеры поняли, для записи профессиональной пластинки своих средств не хватит. Для каждого музыкального проекта очень важны деньги. И какого бы ни был проект бюджетный или проект коммерческий, это все требует денег на записи, на сведения, на аранжировки, на хотя бы даже репетиции в студии. С похожими сложностями столкнулись супруги Оксана и Евгений Логиновы. Вместе с друзьями они основали творческое объединение «Люмьер», где создают свечи. Пока только на заказ, но когда появится собственная мастерская, планируют по-настоящему развернуться. Проездные, допустим, их только на оборудовании, дома их в кастрюляниках не сделаешь. Чтобы найти деньги на дорогостоящие оборудования, ребята разместили информацию о своем проекте в интернете. Если юзеры оценят, возможно, помогут не только лайкам, но и финансово. Кто 50 рублями, а кто и тысячей. Нужна была поддержка людей не только города Мормутска, а как раз таки всех, кого мы сможем заинтересовать. Так, с миру по нитке, тысячи людей во всем мире ищут и часто находят деньги на реализацию своих замыслов. На Западе этому явлению название придумали еще в конце 90-х краудфандинг, что означает финансирование толпой. Люди хотят почувствовать себя частью какого-то проекта, но они, допустим, не умеют писать книги. Они хотят приложить к этому усилия, это очень полезно и сплачивает коллектив. Даже минимальные суммы могут оказаться очень полезными в итоге. Краудфандинг в подсчете и в киноиндустрии, и у известных музыкантов, и даже у политиков. Так, в 2008 году Барак Обама собрал 270 миллионов долларов на предвыборную кампанию. Яркие примеры народного финансирования в России это запись альбома «Спирит» группы B2 и продолжение сериала «Масяня». Сейчас в сети великое множество проектов, ожидающих поддержки со стороны. Можно вложиться в постройку «Звезды смерти» и «Звездных войн» или в курсы енототерапии. У мурманских свечников, кстати, довольно много поклонников. За каждое финансовое вливание они дарят подарки. Музыканты тоже воспользовались интернетом. Им удалось за две недели полностью закрыть сбор средств. Сейчас идет финальный этап работы над альбомом. Такая палка в двух концах. С одной стороны, это, конечно, приятно, то, что люди вот так вот жертвуют деньги. С другой стороны, это всегда ответственность, потому что ты не знаешь, когда ты закончишь запись альбома. Есть и но. По правилам большинства крауфандинг-платформ, если авторы проектов не успевают собрать необходимую сумму в заявленные сроки, все пожертвования сгорают. По статистике, лишь треть проектов завершается успешно. Мурманские актеры, живущие сейчас в Питере, задумали снять сериал о самих себе. Но необходимой суммы не собрали. Бегмамбетова, да, отменяем. Нет, у меня без пяти два. Фактически, кинопроект потерпел крах, но ребята все равно извлекли выгоду. Теперь о них узнали в интернете даже беспилотной серии. Вообще, если говорить о географии, проекты из Мурманска пока еще диковинки. Заполярные креативщики только входят во вкус возможностей народного финансирования. У нас в основном проекты из Москвы и Питера. Есть и региональных центров из Самары, из Новосиба. Но их не очень много. Там по пять, по шесть где-то с каждого города. Он не в авангарде. Но относительно положения города, скажем так, это неплохо. Хорошо, что проекты есть, и они все играют. За несколько лет краудфандинг успел стать модным увлечением тысяч людей по всему свету. Причем и среди тех, кто генерирует необычные идеи, и тех, кто интересуется всем новым. Оказывается, иногда для достижения даже глобальной цели достаточно просто попросить. Юль, скажи, а у тебя есть какая-нибудь глобальная идея для краудфандинга? Ну, честно говоря, пока нет. Но теперь я обязательно над этим подумаю. Что ж, и у нас на этом все. Такое увидели эту неделю наши корреспонденты. А мы прощаемся с вами. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok